Дайджест недвижимости Напомню, недавно дольщики Нового Сергеева были приглашены на встречу с областными чиновниками, которые добивались долгое время. Там им предложили несколько вариантов решения проблемы. В том числе это могла бы быть денежная компенсация, жилье в другом месте или завершение строительства в Новом Сергеево силами другого подрядчика. По словам Широкова, все эти действия будут возможны только после постановки покупателей таунхаусов в реестр обманутых дольщиков. Цитирую, пока пострадавшими нас не считают, сообщила Широкова корреспонденту порталом. Также дольщики остались недовольны тем, что губернатор Игорь Васильев не присутствовал на встречах. Дайджест недвижимости Программа по переселению из аварийного жилья завершена на 95%. За пять лет ее действия с 2013 года на переселение из аварийного и ветхого жилья в Кировской области было выделено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В том числе почти 2 миллиарда рублей из средства фонда ЖКХ отчитались областные чиновники. В новые квартиры, приобретенные либо построенные за счет этих средств, должны переехать 2940 семей. Это 7060 человек. На сегодняшний день новое жилье получили 6680 человек. Сейчас реализация программы продолжается в Сосновском городском поселении Вятскополянского района, в самих Вятских полянах и в Кельмезе. Переселение там ждут 570 человек, которые проживают сейчас в 253 помещениях. Власти обещают, что все они переедут в новые квартиры к концу года. Дайджест недвижимости Все социальные обязательства при строительстве в центре города будут выполнены. Об этом рассказал директор фирмы «Маяковская» Дмитрий Сергеев. Эта строительная организация строит сейчас в центре города новый жилой квартал. В ближайшие годы на месте бывшего завода «Крин» появятся три кирпичных девятиэтажки. Возведение первого дома на Карла Маркса 18А уже началось. Причем работы ведутся строго по соглашению с городадминистрацией, отметил Сергеев. Это первый договор в городе Кирове, Кировской области, который заключен между собственником и муниципалитетом. В рамках этого договора, так как этот квартал не обеспечен местами в детских садах, здесь у нас будет предусмотрено помещение, которое в дальнейшем будет передано в муниципалитет, для детского и школьного учреждения на 50 мест. Плюс к этому все равно центр города – это развитая инфраструктура, школы, поликлиники, спортивные учреждения, но и доступность к выезду в любую точку нашего города, то есть остановки общественного транспорта, а также транспортные развязки – здесь все присутствует. Парковочных мест будет даже больше, чем предусмотрено по нормативу. При этом, по словам Сергеева, комплексная застройка позволяет не только создать комфортные условия жизни для кировчан, уют в центре города, но и вписаться в городской пейзаж. Фасады зданий нового жилого квартала на месте Крина разработаны специально под уже существующую застройку. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.